здравствуйте еще раз очередное видео продолжение продолжаю листать этот стикербук от от дот так называется компания в предыдущем видео я оставлю ссылку на это видео где я начинаю листать эту книгу показываю вам какие работы какими работами наполнена наполнен этот стикербук и там можно ссылку найти будет ну что же я посмотрела еще дальше так немножко пролистала буду делать какие-то элементы более подробно вам показывать потому что мне кажется при выборе такого стикербука важно вот прямо все посмотреть все посмотреть может быть может быть не стоит там тратить деньги особенно на доставку потому что я предполагаю что заказ книги может оказаться стоимость самой книги может оказаться дешевле чем доставка этой книги и что хочу что хочу сказать что я подумала что можно такие же стикеры вот которые здесь находятся тут такая ведь ссылка до викторианскую эпох и такая книга истории до книга истории и можно можно красиво делать упаковку например если вы производите я уже очень часто говорю если вы что-то производите ручной работы можно делать упаковку вот такие крафтовые какие-то очень крафтовые вот такие очень паттерны здесь красивые целые листы можно можно даже для визиток я подумала если красивая такую бумагу уже купить готовую обрезанную например тот же той же акварели и вы умеете красиво писать, можно украшать свои визитки. Очень-очень необычно. Это и красиво, и необычно. Также можно оформить письмо, какие-то записки, не знаю, календарь, календарь какой-то, который висит в многих семьях на холодильнике. Даже в нынешнее время люди все-таки держатся за жизнь и всегда планируют какие-то важные события, чтобы помнить многие элементы. Ну, вот одним словом, мне, конечно, кажется, что для тех людей, которые занимаются такой ручной работой, коллажированием, разными рисунками и так далее, то, конечно, это интересно. Я почему показываю эти руки? Я очень-очень увлекаюсь ювелирными украшениями, люблю их рассматривать, изучать. Вот мне кажется, здесь очень необычно, почему не могут быть такие ювелирные украшения. Представьте, как это может быть в материале. Поэтому это большая-большая книга идей, с которой я с большим удовольствием буду пролистывать. Напомню, что иммагинариум – это место уявы, да, это место вашего воображения. Есть еще фильм такой, иммагинариум доктора Парнаса. Посмотрите, кстати, если вас интересует такая тематика интересная. Ну, все, дальше просто листаем. И в следующем. Второе. Идем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...